Добрый вечер, в эфире Вести Ульяновского региона, в студии Антон Никитин. Смотрите выпуски. От ульяновских дорог до женского здоровья. Какие темы еще обсудили в правительстве, расскажет Елена Гончарова. Свекла как поздний десерт уборочной страды. Из Цельминского района репортаж Эллы Шаховой. 121 пострадавший, ущерб 25 миллионов рублей, а виновник всего один. Подробнее в ближайшие минуты. Налоги для ульяновских предпринимателей, состояние дорог региона, создание центра женского здоровья. Сегодня эти темы на заседании правительства Ульяновской области стали приоритетными. Экономика, налоги и, конечно, дороги. Региональные средства, выделенные на ремонт автомагистрали, решено перераспределить. Изменения в госпрограмму развития транспортной системы на 2014-2019 годы участники заседания приняли единогласно. Причем вливания коснулись в том числе и городских трасс. Это необходимо для того, чтобы направить 12,4 миллиона рублей на ремонтную компанию по дорогам в городе Ульяновский и более 10 миллионов рублей направить на содержание дорог в межмуниципальном и региональном значении. Средства выделили по факту выполненных работ, пояснили в правительстве. Они уже освоены. Это субсидии, направленные для расчета с подрядными организациями. Накануне заседания глава региона лично осмотрел участки автомагистрали, куда ушли бюджетные деньги. Нас критикуют, ну, прежде всего, конечно, городские власти за качество. Все проверили, все контролируется, все реально, так сказать, подтверждает, что у нас с приходом весны вместе со снегом и асфальт не уедет. Контролируется все. Мы две степени контроля проводим. Проголосовали и за изменение программы развития здравоохранения региона. Теперь прекрасная половина засвияжья, а это 70 тысяч человек, получит сверхсовременный Центр охраны здоровья женщин. Его откроют в Ульяновске согласно поручению губернатора. Центр будет строиться, начиная с 2015 года. В 2016 году он вводится в эксплуатацию. Центр рассчитан более чем 500 посещений в смену. Он объединяет в себе и женскую консультацию, которая сейчас находится в переполненной 4-й поликлинике. Там же будет размещен Центр кризисной беременности, там будет полноценный дневной стационар, лабораторно-диагностическая база. Центр планируют разместить в районе улицы Промышленной, пояснили в Минздраве. Под него отдадут здание одного из многочисленных торговых комплексов. Сумму, необходимую для реконструкции и оснащения нового лечебного учреждения, назовут вошь. Елена Гочарова, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. В Ульяновской области началась уборочная сахарная свекла. Этот корнеплод появился в результате работы селекционеров еще в 18 веке. Сейчас возделывается в основном для получения сахара. Элла Шахова о том, какой ожидается урожай и с какими трудностями столкнулись фермеры нашего региона. В Цельнинском районе большинство фермерских хозяйств занимается выращиванием сахарной свеклы. Это потому, что в районе есть сахарный завод, который перерабатывает данный корнеплод. В сельхозпредприятии «Новая жизнь» за последние годы увеличила площадь полей со сладким овощем до 500 гектаров. Мы живем тут рядом с сахарным заводом. Нам грех не заниматься свеклой. 6-7 километров только можно лошадьми перевезти, как говорится. На лошадях здесь свеклу, конечно, никто не возит. У сельхозпредприятия есть современная специализированная по сладким корнеплод техника. Комбайны, которые сеют, убирают и грузят гурты. А еще в «Новой жизни» работают настоящие профессионалы, механизаторы с многолетним стажем. Они, если что, и технику починят прямо в поле и работают готовы и днем, и ночью. Легче ночью. Ночью, как говорится, солнечного света нету, только с фарами. И редки видно, и все видно. А сейчас все отражает она. Вот хоть черные очки одеваем. Отражает. Я вот и сам сею постоянно в очках, чтобы глаза не убивать. В сельхозпредприятии «Новая жизнь» в этом году столкнулась с серьезными трудностями. Нынешний год у нас, как говорится, Аллах обидел или Бог обидел. Не знаю, круговые дожди проходили по алгашам круговые. Не было у нас ни одного дождя. Два месяца и десять дней не было. Ничего. Свекла, она дождей потерпит. Она может глубь взять. Сахарная свекла способна в поисках воды пустить корни вглубь земли до трех метров. И засушливая погода ей не страшна. Так рассказывает главный агроном этого фермерского хозяйства Рустем Гайнендинов. Несмотря на засуху, здесь надеются собрать 250-300 центнеров корнеплода с гектара. Это не так много, как планировали. Но должен выручить процент сахаристости местной свеклы. Ее показатель 17. При норме 15%. Все-таки мы экономику считаем. Все-таки свекла становится прибыльной, стратегической культурой. С сахарным заводом мы работаем, будем говорить, 60 на 40, 60% нам на давальских основаниях. И от них получаем сахар. Сахар сегодня очень подросло. И поэтому свекла становится выгодной. Общая уборочная площадь корнеплода в Ульяновской области 13,5 тысяч гектаров. На сегодня убрано 2 тысячи из них. Несмотря на то, что уборочная этого овоща уже началась, многие хозяйства не спешат быстро собрать весь урожай. Сахарная свекла такая культура, что от первых заморозков только слаще становится. Элла Шахова, Денис Миронов, Вести Ульяновск. Мошенника накажут. Прокуратура Заволжья поддержала государственное обвинение по уголовному делу, в ходе которого руководитель одного из общества с ограниченной ответственностью путем мошенничества обворовал ульянцев в особо крупном размере. Ушлый предприниматель предлагал жителям вкладывать деньги в свою организацию под высокие от 18 до 80%. Уверяя при этом, что вклады будут застрахованы на 500 тысяч рублей. Собрав немалую сумму, мошенник в апреле 2013 года скрылся за пределами области и был пойман в Хабаровске. В результате аферы пострадал 121 житель района. После пяти месяцев следствия прокуратура вынесла свое решение. Вина подсудимого полностью доказана. В содеянном органам и предварительном следствии ему предъявлено обвинение по статье 159, прием 4 части 3-го Уволнового кодекса регенерации, за которую предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Учитывая масштабы преступных действий, конкретные обстоятельства дела, мнение потерпевших, государственное обвинение пришло к выводу о том, что для исправления подсудимого необходимо назначить наказание, связанное с реальным лишением свободы. Поэтому предложило суду избрать подсудимому лишение свободы сроком на 4 года. И, поддержав гражданские иски потерпевших, просило взыскать в пользу потерпевших с него денежные средства. Ущерб, как сообщили в прокуратуре, составил почти 25 миллионов рублей. 80 лет учебных полетов. Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации сегодня празднует свой юбилей. Открытая некогда школа высшей летной подготовки сейчас основа регионального авиационного кластера. Педагогов и ветеранов отрасли чествовали на сцене ДК губернаторский. Романтики неба и будущие гражданской авиации страны – это для них. Со сцены приветствия озвучивают гости из федерального центра и региональные власти. Я хочу зачитать слова из приветственного адреса губернатора, председателя правительства Ульяновской области Сергея Ивановича Борозова. От всей души желаю Ульяновскому высшему авиационному училищу гражданской авиации навсегда сохранить статус главного центра подготовки кадров для авиации, оставаться востребованным и престижным вузом с неизменным высоким уровнем знаний и профессиональной подготовки. Пусть вам покоряется любая высота. Педагогический состав и те традиции, которые там чтутся, все говорит о том, что как есть, так и будет. Ведущая роль этого высшего учебного заведения в системе подготовки кадров для авиации останется и, думаем, что будет только упрочиваться еще от года в году. За трудовую доблесть, почетные знаки регионального правительства, на сцену поднимаются заслуженные сотрудники и педагоги. Сергей Зинченко, например, Академии Крылатых отдал 38 лет. На его глазах строили главное здание училища и главные учебные программы. Для меня это вторая семья, и большую часть времени я посвящаю ей. Мы стремимся улучшить, как говорится, по всем параметрам и подготовку авиационного персонала. Я надеюсь, что у нас есть большое будущее. 80 лет назад его открывали как школу высшей летной подготовки. Сейчас это три факультета и более трех тысяч студентов. Прежде чем поднять в небо настоящую машину, будущие штурманы и пилоты часами виртуально поднимают тренажеры. Почти четыре десятка машин точно копируют оборудование кабин настоящих воздушных судов. Навыки пилотирования здесь отрабатывают не только студенты, но и сотрудники ведущих авиакомпаний страны. В юбилейный год руководство строит планы на покорение новых вершин. Мы планируем создать свой филиал на Крымском полуострове. То есть планов много. Тем более, сегодня правительство нам выделило, буквально мы подписали все наши контракты с фирмами на полтора миллиарда рублей по строительству искусственно-взлетно-посадочной полосы. Мы строим искусственно-взлетно-посадочную полосу в Красном Куте, построили в Сасово. То есть мы сегодня совершенно по-другому выглядим, если оглянуться назад, допустим, хотя бы на 10 лет. Уже завтра к празднику смогут присоединиться все жители региона. В отраслевом музее под открытым небом устроят авиационное шоу и выступление творческих коллективов на крыле Ту-144. А на льду спортивного комплекса «Лидер» юбилею авиационного училища посвятят хоккейный матч. Кристина Гафонова, Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Сегодня во всех налоговых инспекциях Ульяновской области проводятся дни открытых дверей. Время приема с 8 до 20 часов. Граждан проинформируют о порядке исчислений и уплаты имущественных налогов, транспортного, земельного и налога на имущество. Налоговики напоминают, что исполнить свою обязанность перед государством требуется до 1 октября. Уникальные возможности для налогоплательщиков, как мы их называем, для всех граждан, прийти и еще побольше все узнать. Как платятся налоги, с какой стоимости все рассчитывается, какие льготы. То есть наши специалисты им помогут, все расскажут, примут все заявления. Ульяновцы смогут открыть с помощью сотрудников инспекции личный кабинет. А еще знакомятся с возможностями онлайн-сервисов на интернет-сайте Федеральной налоговой службы России. Дополнительный день открытых дверей пройдет завтра. С 10 до 15 часов. Массовый пленэр откроет пластовскую осень. Традиционная международная ассамблея художников стартует в регионе в воскресенье 20 сентября. Победитель грантового конкурса проект «Ульяновская Родина талантов» соберет тысячи профессионалов и любителей на бульваре «Новый венец». Организаторы отмечают, это некое творческое соревнование, где каждый участник сможет в собственном стиле перенести красоту волжских просторов на холст. В течение трех дней гостей ассамблеи ждут различные презентации и мастер-классы, экскурсии и открытия выставок. У нас стартует выставочный проект ВДНХ, это выставка достижений народных художников, которую мы презентуем в Мемориальном центре имени Владимира Ильича Ленина. В рамках этого проекта ежегодно будут выставляться 5-6 народных художников нашей страны. В этом году это Суховецкий, Полотнов, Глухов, Гавриляченко. Кроме этого, в рамках этого проекта будет проходить премьера картины. То есть ульяновские зрители смогут стать первыми лицами, первыми зрителями новых проектов. В ассамблее пройдет при поддержке областного правительства, а в его открытии примет участие глава региона Сергей Морозов. И к новостям спорта. Футболисты Волги готовятся к серьезным матчам со своими соперниками. Тренировочный процесс подопечные Сергея Седышева совмещают с отдыхом. Сегодня ульяновские футболисты пробовали себя в качестве картингистов. Спортсмены провели по два заезда. Каждый из них состоял из 10 кругов. Первый заезд был тренировочным, зато второй был уже соревновательным. Да, адреналинчик. Ну, эмоциональная такая вещь, интересная, упоминающая. То есть поднимает настроение, можно так сказать. И футболисты не должны быть одноплановыми, только один футбол, чтобы у них был в голове. Они должны уметь отдыхать везде. И на концертах, и здесь, в конкурсе. Потому что нельзя только одним футболом жить. И потом это немножко расслабляет после каких-то напряженных матчей. Тренерский штаб воздержался от езды. Сергей Седышев больше беспокоит физические кондиции команды. Ведь впереди ответственные матчи. Думаю, если наши болельщики придут, поддержат нас. То есть это будет вдвойне нам приятно. И если они нас погонят вперед, мы снова победим, и все будет хорошо. Приглашаю всех болельщиков 21-го числа в 18.00 на стадионе «Старт». Будем рады всех видеть. Играем с, если я не ошибаюсь, с Волгой Олимпиады, с Нижней Новгорода. После заезда в Волжане изъявили желание еще раз посетить «Хардхолл». Но при этом сказали, что на первом месте у них все равно футбол. Борьба – удел сильных духом. В Ульяновске проходит первенство Приволжского федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек. В нем принимают участие кадеты 2000-2001 годов рождения. За призовые места поборются около 400 спортсменов в 11 весовых категориях, 100 из которых девушки. Как отвечают судьи, данный вид спорта последние годы набирает популярность именно среди юных представителей прекрасного пола. И Ульяновская область здесь не исключение. Я как старший тренер Ульяновской области среди девочек, заявляю, что мастерство девочек растет. Даже приятно, некоторые свадки приятно смотреть. Даже лучше, чем парни борются. Есть такие девочки. Это, допустим, Краснова Анна, село Большой Нагаткино, Чужова Елена, село Тетюшское, Матвеева, Минибаева Рената, город Ульяновск. Борьба продлится два дня. Медалистов каждой весовой категории ждет первенство России, которое состоится с 8 по 11 октября в городе Новочебоксарске. И как только что стало известно, по итогам этого дня на федеральный чемпионат попадают наши землячки. Анастасия Платова, воспитанница Ульяновского дома детства, взяв серебро, Елена Чижова с бронзой и Анна Краснова с золотом. Далее вас ждет информация о погоде. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо падать. Ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью по области от 7 до 12 градусов тепла. В Ульяновске от 8 до 10. Завтра днем по области 22-27 градусов. В Ульяновске 24-26.